Я представляю оргкомитет политической партии в России «Правы за европейское развитие» и штаб оргкомитета митингов, который проходит в России, называется «Манежка-2014». Причина пресс-конференции – это, в первую очередь, то, что 1 июня будет 100-летие со дня открытия памятника Павлу Александровичу Куршевану. К сожалению, сложилось так, что большинство людей в Молдавии совершенно не знает ничего о деятельности этого человека. Мы здесь за две недели пытались выяснить и в музеях, и в архивах, и в различных других официальных источках, хотя бы как даже выглядел этот памятник или фотография этого памятника. На что везде получали категорическое, даже не удивление или возмещение, а удивление, что, в принципе, вообще памятник был. Мы не поленились, пересмотрели практически весь интернет, все сайты, связанные с Кишиневом, с Молдавией. Нигде упоминание памятника совершенно не присутствует. Во всех фотографиях, где представлены даже какие-то маленькие экспозиции или старинные дома, он также опять пропадает. То есть такое впечатление, что кто-то или какие-то силы умышленно попытались уничтожить всю память об этом человеке, который изначально стоял на позиции именно развития Бессарабского края. Как часть территории Российской империи, которая должна самостоятельно развиваться, быть хорошим, прекрасным краем. Он проводил замечательные исследования. Его книга «Бессарабия» в принципе не заслужена забытым, но только потому, что он и является ее автором. Памятник был разрушен после 1918 года. Конечно, это большое трагическое событие, потому что разрушили не только памятник, который был установлен на территории метрополии. И это был единственный человек, который был там похоронен, безгражданский. Проблема даже еще в том, что его могилу, по определенным данным, сама могила даже была разрушена. Как говорят такие источники, что даже кости были растащены в разные стороны. Это человек, который, понятно, что были разные периоды истории в развитии и Российской империи, и коммунизма, и большевики, которые, может быть, ненавидели тех людей, которые боролись за самодержавие в России, за стойку сильного России. Поэтому сейчас мы считаем, что, допустим, с нашей российской точки зрения, мы понимаем, что, возможно, сейчас Павел Александрович выносится из учебников в Молдавии не потому, что он что-то там делал плохое, а потому что идет большое явление, возможно, румынской стороны, которая всегда пыталась превратить Молдавию в свою соседнюю, соединиться с Румыней. Хорошо или это плохо, это, конечно, должен решать сам народ. Но вычеркивать из истории Молдавии человека, который не поддерживал эти взгляды или выступал в свое время против румынского вторжения, румынской агрессии на территорию Молдавии. И как молдавский дворянин именно поддерживал развитие собственного края в составе Российской империи. Но это не повод для уничтожения всей его памяти. Этот человек, конечно, огромный вклад, в принципе, в развитие Молдавии. Он был отмечен почетной грамотой русского царя. И даже то, что он являлся представителем Государственной Думы России в Молдавии, тоже говорит, наверное, о его очень большом влиянии, о большом политическом воздействии в то время на жизнь государства. Об этом человеке можно очень много говорить и писать. Понятно, что мы сейчас хотели бы все-таки найти даже фотографию памятника, как он выглядит. Абсурд, есть все фотографии, кроме этой. А писание памятника у вас есть? Нет. Есть только одно единственное писание, что внизу памятника была серебряная веновка села внизу памятника. Это все, что касается памятника. А где он располагался? На территории Метрополея. На Метрополея, где вот кафедральный собор? Нет, это там, где находится здание прелеста. И он был единственным, кто был похоронен в ограде Метрополея? Как общаются гражданские прелесты? Просто когда присутствует сам Владыка Серафим на таких похоронах или установке памятника, это говорит об очень много. Метрополея Метрополея Метрополея, так я понял, совершал судьбу. Да, ну так. Я как бы немножко так повторюсь, мы пытались поднять все документы. Единственное, что мы нашли в похоронах, оно единственное выдержку с газеты, в которой идет маленькое упоминание, ну буквально в одним абзацем, что-то и было. Вот именно с упоминанием Владыки Серафима и то, что было много людей присутствовало на всем. Вся подробная информация, она не просто отсутствует сами. Вот за эти дни все газеты, которые есть, сохранились в Молдавии, отсутствуют. В подшипках страниц вырваны газеты, касающиеся жизнедеятельности Куршевана. Можно задавать вопросы, да? Да. Первый вопрос. А как вы представляете размещение памятника на прежнем месте, если там сейчас здание правительства? Второе. Что вы знаете про деятельность госпитана Куршевана в 1903 году, когда здесь был погром? Говорят, что он был редактором газеты, которая называлась «Бессарабец», которая в канун всех этих событий публиковала систематические материалы. Ну, тут здесь была очень большая еврейская диаспора. И было несколько случаев, ну, как обычно в жизни Мессака бывает. Кого-то избивают, чтобы убить подросток. Фамилию сейчас не вспомню, подросток русский. Да, до 12 дней у тебя будет. Да, да, вот. Что вы знаете об этой части его жизни? Он в действительности до этих событий, ну, главный редактор, до газеты, которая выпускалась сегодня. Потом он переехал в Санкт-Петербург. И фактически главным редактором газеты на тот момент он уже не был. Естественно, каждая газета или пресса имеет право освещать события, которые проходят, с точки зрения своего взгляда. Это есть та самая 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 оба года слова, которая в принципе должна быть. И, наверное, та революция, она присутствует в каком-то в дальней мере больше, чем сейчас в России. Поэтому события, освещенные одной газетой, не могут повлиять на события всего города. И на тот момент действительно была такая ситуация, когда, допустим, лиц еврейской национальности проживало более 40% в городе. Это была не маленькая часть города, это была существенно большая. Это из самых основных, наверное, из двух основных групп. Да. Практически под 90% всего бизнеса мелкого принадлежало лицам еврейской национальности в Кишине. Значит, а Вы ответили на второй вопрос. Как может разместиться памятник на территории здания правительства? Естественно, разместиться там памятник не может. Это нужно что-то продумать, где взять на более удобное место. В сегодняшний ряду. Нужно еще будет разобраться, что было с самой могилой. То, что памятник стоял прямо на самой могиле, где он был сахар. То, что разные люди говорят, как в интернете, совершенно разные сведения об этой теме. Его очень многие, если посмотреть прессу, конечно, то очень многие люди обвиняют именно его в организации этих погромов. Как бы ты не его непосредственно... То есть он к этому не имел никакого отношения, по Вашему мнению, да? Имел отношение, опять же, повторюсь, любое СМИ, которое что-либо печатает, освещает события, всегда имеет то или иное отношение к происходящим вещам. Нельзя сказать, что ни одна газета не имеет отношения. Что бы то ни было, как бы она ни светила события. Но деятельность его, в его словах, в то, что он раньше проводил, в то, что он не говорил, в то, что остались какие-то воспоминания, в его личные заметки, нигде об этом не сказано. Мы, наверное, начинаем забывать о том, что если посмотреть данные, которые проходили судебных решений, то там четко выяснилось, что данные погрома, это было что-то не... Вот есть разная классификация погрома. Погром, когда происходит по межэтническим отношениям, это одно. А драка на улице, находящаяся в преследовании друг друга, или иметь друг друга за что-то, это что-то другое. Так у нас какое было бы... Так как... Второе или первое? Второе. То есть там было выяснение отношений? Да. То есть там были потом были втянуты населения отдельных районов, так я понимаю? Правильно, да. Именно это. Потому что были погромлены в основном только эталавочники, магазины, то, что стояло, то, что было именно на виду. Никаких дальнейших преследований, либо каких-то развитий ситуаций дальше не происходило. И опять же, если мы почитаем, то на 40 тысяч населения еврейских, которые было, даже под данной полицией, в погромах участвовало, первая стычка случилась всего между 25 человеками, людьми, которые происходило. Но 20 человек это не погром города, не погром нежнациональный в любом случае. Погромы не могут случиться и в любом случае в один миг. Эта ситуация складывающаяся годами. И поэтому даже если газетой Бессарабицы что-то было напечатано, что-то было сделано, то взаимоотношения людей не могут повлиять это в принципе на всех. Они идут, накапливаются. Вот эти педневские погромы, они просто выставлены немножко не в том свете, как это должно было быть в принципе, или происходило. И нигде не указывается о том, что был убит до начала погромов, убит ребенка. С их стороны, когда они первые открыли обои. И первые жертвы были сделаны ими. Давайте мы все-таки ближе к господину Крашуану. А у него род... Да, первый вопрос. Он вообще-то молдавальный? Кто он национальный? Он молдавский дворинник. То есть национальность тоже еще его? Национальность, да. У него есть и армянские корни. То есть он молдавский дворинник с армянскими корнями, да? Да. Так вот правильно? Да. Вот именно. Вот пока, по крайней мере, вот именно так. А у него второй вопрос. У него родственников не было, потому что он ехал в Франк Петербург. Может быть, еще и семью как-то выяснить? Что стало с первого молодежиного человека? Семьи у него не было. А родственников мы здесь пытаемся сейчас искать. Вот ваши архивы просто очень долго дают ответы на все вопросы. Мы заказали целый список вопросов по архивам. И, к сожалению, даже нам еще не все подготовили. А если что-то было, то куда-то оно, может быть, исчезло. В газетах ничего нет в старой кредитике. А вот эти подшивки вы просматривали? Они в одно время тоже что? Из подшивок вырывали? Подшивка Бессарабца. Да. Сама есть? Подшивка газеты Бессарабец. Нет, ее не нашли. Вот это тоже? Да. То есть в архивах нет подшивки газеты, которая систематически выходила перед революцией, по-моему, лет 15. Да. Вот это тоже.